Друзья, всем привет! Редко чему-то я удивляюсь в последнее время, но сегодня как раз такой случай. И на обзоре у нас пара от компании Adidas Retropy E5. Стандартная типовая коробка от Adidas, сине-белой расцветки and plastic waste, означающая то, что в кроссовках используются переработанные материалы. Драматическим упущением с моей стороны был тот факт, что я не взял эти кроссовки на обзор более года назад, когда они вышли. Многие сравнивают данную модель с иниками и вообще считают, что эта версия по сути является модернизацией и улучшением именно той модели. Я, к сожалению, с ней не был знаком, поэтому мой взгляд, так сказать, будет непредвзят в этой ситуации. Но если иники обладали такой же потрясающей платформой, то можно сказать, что я зря пропустил в свое время ну из самых уникальных пар обуви вообще, с которой я сталкивался. Не буду ходить вокруг да около, друзья, могу вам смело сказать, если вы хотите узнать, что такое Boost, вообще познакомиться с этой технологией, то эта пара, друзья, для вас. Она раскроет весь мир этой уникальной технологии и подарит вам просто ни с чем не сравнимые ощущения. Что касается приобретения, друзья, ну здесь, как всегда, я обратился к платформе Joom, к различным магазинам немецким, корейским. Вот вам тут накидал небольшую подборочку, чтобы было понятно. В целом стоимость плюс-минус там с купонами, если будете использовать, ну, примерно от 10 до 12 тысяч рублей. В различных расцветках, размерах это все также на стоимость может повлиять. Прямая доставка в Россию, оплата российскими картами. Одним словом, Joom это такой реально цивилизованный способ заказать интересующую вас пару кроссовок сезону. Итак, друзья, начнем по порядку вес. Смотрим. 378 грамм для US 10,5. Ну, что здесь сказать, это, по сути, средние показатели, особенно для такого класса кроссовок. Конструктив. По сути, перед вами классические кроссовки-носки. Никаких абсолютно усилений здесь нет. В носочной части абсолютно мягкие. В средней части и в пятке абсолютно мягкие. То есть, здесь нет вообще ни одного элемента, который стабилизировал бы вашу ногу. На удивление, единственным жестким элементом здесь является фактически пластиковый язычок. Отрадно в этой связи, что полностью весь язычок перфорирован и дышать он будет. Материалы верха, друзья, ну, что здесь скажешь, они просто классные. Отличный спилок, хорошего, ровного, так сказать, качества. Но кроссовки в части материалов вверх не вызывают себе вообще никаких вопросов. Единственный нюанс, который может сбить вас с толка, это вот эта вот сетка, которая, по сути, сеткой не является. Достаточно толстый материал, имеющий подклад снизу. Как видите, друзья, светопроникаемость материала это очень хорошая. Но, опять же, повторюсь, чтобы вы на самом деле не обольщались. Конечно же, это не на 100% летняя версия, в них будет комфортно примерно градусов до 25 максимум. В целом, вентилируются они неплохо, но плотность материала достаточно высокая. Есть масса других кроссовок, которые, наверное, более универсально подойдут на лето. Эти кроссовки мне максимально напомнили кроксы, это вот тот же эффект. Пока вы в них стоите, нога у вас потеет. Как вы начинаете двигаться, вентиляция возобновляется и ноге вашей абсолютно комфортно. В пяточной области присутствует такой вот масштабный выступ, друзья. В целом, при обычной ходьбе его как бы не ощущаешь. Но вот подозреваю, что при вождении автомобиля могут быть определенные нюансы. Причем они могут быть как положительными, так и отрицательными. Ну и если материалы и конструкция верха особых восхищений не вызывают, ну, типовые кроссовки-носки, то вот что касается платформы, друзья, здесь есть масса интересных нюансов. Начнем с вами с подошвы, и она воистину интересна. Поскольку, честно говоря, я у Adidas такого не встречал ни разу. Потрясающий какой-то протектор. И обратите внимание, какое количество здесь вот таких вот мелких отверстий, где мы можем с вами видеть буст. Раньше буст первого поколения очень уперто гнил. Сейчас вроде как с этой проблемой справились. Сам протектор, друзья, его, конечно, не назовешь внедорожным. Мала вероятность, что кто-то будет эксплуатировать на какой-то пересеченке. Но, тем не менее, потенциал у него есть. Он достаточно грубый. Значит, материалы, друзья, непосредственно самой резины, они достаточно мягкие. Здесь не используются никакие технологии, связанные с усилением этой резины. Подозреваю, что, конечно, стираться она будет достаточно быстро. Но, учитывая высоту этого протектора, подошва будет достаточно долговечной. Классно сделана информация о размерах. Как можем с вами видеть, модель является унисекс-версией. Потому что подходит как для мужчин, так и для женщин. Пена в подошве, как видите, друзья, 50 единиц составляет. Но это еще раз подтверждает мою теорию о том, что никакой здесь усиленной резины нет. А здесь самое, что ни на есть, стандартное. Потому что 50 это, на самом деле, очень такой средненький показатель для подметки. И если сама подметка, кроме футуристичного дизайна, технологий, по сути, никаких не несет, то, друзья, буст, вот этот вот огромный пирог буста, это, на самом деле, очень-очень дорогого стоит. Для меня большинство кроссовок делится на два типа. Первый, это те, которые давят шикарный перекат. И все остальные. Все остальные, ну, большинство из этих кроссовок, которых я эксплуатировал, они имеют такое свойство заваливаться в пяточной области. И такой, знаете, антиперекат появляется в обратную сторону. То вот эти кроссовки открыли для меня третий вариант. Это суперпружинистая подошва, друзья. Она просто мои 100 килограмм с копейками выпружинивает, как только может. Честно говоря, такого эффекта я не ощущал ни на каких других моделях. В том числе и от самого Adidas. В том числе и с самой технологией буст. Не знаю, в чем тут секрет. Может быть, конечно, в объеме этого буста, в количестве этого в пяточной зоне. Но эффект просто потрясающий. Я думаю, многим он придется по душе. Ну, и, конечно же, чтобы понять, что это такая за уникальная пена, нужно понять, какая у нее плотность и жесткость, друзья. И здесь нам поможет дюрометр. Смотрим с вами. 18,5, 21, 20, 24, 24. Ну, как видите, друзья, результаты неоднозначные. По всему периметру почему-то плотность этого материала разная. Возможно, от объема, от количества ее зависит. Но, тем не менее, друзья, в районе 20, в среднем, получается, это просто запредельный показатель. Это одна из самых мягких пен в классе. Ну, что, друзья, мои овации. Честно говоря, пена с показателями в 20 единиц жесткости, которая пружинит так отважно 100 килограмм моего веса. При этом не заваливает мою пятку вниз. Это что-то уникальное, друзья. Одним словом, вот если вы хотите каких-то новых ощущений от обуви, добро пожаловать. Да, абсолютно полностью носочная конструкция, которая вроде как должна создавать эффект носка. То есть, ваша нога должна заваливаться повсеместно. Нет никаких супинаторов. Абсолютно мягкая пятка. И при этом они создают эффект стабильности. Еще умудряются у вас пружинить. Вот здесь очевидно, это не какие-то маркетинговые изыскания. Это реально работающая технология. Подделок достаточно много, друзья, на эту модель. Но вот здесь вам в помощь непосредственно шильдик. На язычке нужно сверять здесь номера серийные с коробкой. Как правило, на пале они отличаются или вообще не совпадают. На оригиналах, как правило, всегда можно найти идентичные на коробке. Вот давайте с вами посмотрим. Мы видим с вами серийник, который на 130 начинается, на 2015 заканчивается. Соответственно, друзья, берем коробку, ищем этот же серийный номер. Вот, пожалуйста, 130-2015. Что касается стельки и материалов, из которых она сделана, вроде как все стандартно. За исключением одного нюанса. Они прокачали не только платформу, но и стельку. Толщина у нее огромная. Помимо самого буста, амортизировать еще сама стелька здесь будет. По размерной сетке, друзья, ну, здесь у Adidas все как в аптеке. Размер 10,5 см, стелька 28,5 см. По качеству изготовления к данной паре вопросов в целом нет. Следов клея я здесь вообще в целом не увидел. Сделаны они максимально аккуратно. Швы, строчки, все здесь максимально сделано грамотно. Выводы, друзья, их, конечно же, вы должны делать сами. Я лишь могу констатировать тот факт, что поставить в один ряд эти кроссовки с мастодонтами повседневной обуви типа New Balance 2002, 574, 1906 или теми же Adidas Response я не могу. Слишком специфично это обувь. Бескаркасная технология, она, конечно, подойдет не всем. Многие любят объективно, чтобы нога была стабилизирована. Здесь этого эффекта нет. Плюс супер пружинящая подошва. Это, конечно, реальное развлечение. Но, опять же, подойдет она тоже далеко не всем. И, конечно же, идеальный вариант перед тем, как приобретать эту обувь, это ее померить. Что точно могу вам гарантировать, друзья, что такого эффекта вы не встретите практически ни в одной, по крайней мере, известной мне паре кроссовок. В части силуэта и дизайна это абсолютно спокойная, не кричащая пара. Она подойдет под огромное количество различных стилей в одежде. Прекрасно подойдет для эксплуатации, но, наверное, все-таки не жарким летом, теплой весной или осенью. Прекрасно дополнит ваш гардероб и подарит просто потрясающие ощущения. Для меня это пара глоток свежего воздуха, потому что давно я не ощущал вот таких эмоций от кроссовок. Все же какое-то стандартное, типовое, а здесь вот такой вау-эффект. Поэтому и вам искренне желаю его испытать. Надеюсь, был вам полезен. До новых встреч, друзья!